С горячими блинами, народными гуляниями, песнями и танцами. В эти выходные в Металлургическом районе отгремела широкая масленица. Впервые за много лет зиму провожали не на площади у кинотеатра «Россия», а в парке Тищенко. Чем угощали и развлекали дорогих гостей. На праздники весны побывал наш корреспондент. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мне нравится выступление, когда поют, мне нравится есть блины. Традиционно вместе с масленицей в этот день отмечают и прощенное воскресенье. Поздравить жителей района с праздником и публично попросить прощения пришел и депутат законодательного собрания Андрей Барышев. Простите меня, если я чем-то согрешил, вольно или невольно перед вами. Здоровья вам, мира, благополучия. Чтобы все у нас с вами получалось. С праздником, дорогие друзья! Впервые за много лет праздник проходил не на площади у кинотеатра «Россия», а в парке Тищенко. Среди сосен и берез, как признаются горожане, весну встречать намного приятнее. Очень хорошо. Прямо все так организовано хорошо. Даже хорошо, что не на площади. Здесь все-таки среди леса, среди все. Так что и дома тоже так же. Масленицу встречаем, сладким чаем угощаем. Уже неделю блины печем. Так что у нас вот все хорошо. Сегодня с внучками пришла сюда отдыхать. Не обошлось и без спортивных соревнований. Бои мешками, перетягивания каната и жимбири. Самые сильные, ловкие и выносливые боролись за призы от общественного движения «Сосгород». Анастасия Мельникова, Олег Салпанов, СТС «Челябинск». А в 96-й Челябинской школе зиму мы проводили под знаком Белой Олимпиады-2014. Биатлон, скелетоны, горные лыжи, веселые старты и русские забавы там связали с главной спортивной гонкой планеты. Девиз, дизайн одежды и олимпийская символика. Каждый класс, а вернее команда, представляет собственный стиль. Но открывает Олимпийскую материнскую серебряный призер летних игр в Лондоне 2012 Анастасия Барышникова. Я вам сегодня желаю зарядиться позитивным настроением, также продолжать заниматься спортом, хорошо учиться. И если вы поставите перед собой цель, вы обязательно ее достигнете. Обязательно станете не только чемпионами России, Европы, но и олимпийскими чемпионами. Удачи вам всем! Ура! К проведению Олимпийской материнки в 96-й гимназии подошли серьезно. Веселые старты, традиционные русские забавы здесь связали с олимпийскими видами спорта. Бег на метле, это у нас называется взлет на метле, он связан с прыжками на трамплине, то есть с той же скоростью. Затем мы взяли точно в цель, это у нас связан с биатлоном и заезд на санках, это у нас связано с бобслием или скелетоном и так далее. Финалом олимпийской матернице стало традиционное прощание с зимой. Дмитрий Щапов, Андрей Зинченко, СТС, Челябинск. Кухня возвращается. Сегодня на телеканале СТС стартовал показ третьего сезона популярного сериала о кулинарных страстях. В честь этой премьеры мы дарим нашим зрителям возможность бесплатно порадовать сладким сюрпризом своих любимых. Для этого нужно всего лишь поучаствовать в новом конкурсе от СТС Челябинск. Новый конкурс от СТС продлится до конца марта. Каждую неделю сладкие призы будут находить одного из счастливых влюбленных. Чтобы принять участие, первым делом нужно найти в развлекательном комплексе «Мегаполис» почтовый ящик сериала «Кухня». А рядом с ним анкеты от телеканала СТС. Вам необходимо заполнить специальную анкету, где указать, почему именно ваша вторая половинка должна получить подарок от СТС. Далее заполненную анкету нужно будет положить в ящик и ждать розыгрыша призов. Почтовый ящик уже установлен и ждет первых заявок от влюбленных. Шанс сделать приятный сюрприз своей половинки есть у каждого. Стоит отметить, что призритель канала СТС готовил вместе своим вкусным партнером фабрикой «Мирель». Подробнее об условиях конкурса зрители могут прочитать на нашем сайте. «Кухня» на СТС. На сайте Челябинского оперного театра представили обновленный балет «Лебединое озеро». Режиссеры позаботились не только о сценическом гардеробе артистов, но и об анимированной театральной площадке. Постановки теперь все по-новому. Хореография костюма артистов балета, роскошные декорации, последние дополнили компьютерной проекцией. Благодаря ей «Лебединое озеро» можно в буквальном смысле увидеть. Зритель явно, на мой взгляд, попадает на «Лебединое озеро». То есть попадает на озеро. Это все отображается на сцене. И необычные декорации, придуманные Дмитрием Фанасьевичем Чурбаджи, потрясающим художником, очень известным. Кроме того, в балете появился пролог. Также в постановку вернули несколько сцен. На этом я с вами прощаюсь. Выпуск продолжит Ольга Барунова. Новости спорта. Здравствуйте. Это новости спорта на СТС в студии Ольга Барунова. Южноуральские олимпийцы, вернувшиеся из Сочи, восстанавливаются физически и морально. Так, Александра Вафина, получив на играх травму, не приступила еще к тренировкам. Юлия Левинская дала себе небольшой отдых. Куда отправиться двум красивым спортивным девушкам, чтобы отдохнуть и обогатиться духовно? Конечно же, в театр на премьеру «Лебединого озера». Появление олимпийцев на премьере балета стало сюрпризом не только для зрителей, но и для артистов театра. Юлию Левинскую и Александру Вафину тут же околожили поклонники и журналисты. Для меня сейчас это «Лебединое озеро» будет премьером для моей жизни. Я в преискушении этого события. Не знаю, чего ожидать, но я уверена, что будет очень красиво и мне понравится. У нас очень быстрый ритм жизни, постоянно в движении. И сейчас мы пришли на спектакль, чтобы действительно отдохнуть, получить удовольствие. Культ походы на премьерные спектакли и выставки для южноуральских спортсменов теперь будут постоянными. Регулярные выходы в свет для своих подопечных обязуются организовывать сразу два министерства – спорта и культуры. Такие акции уже были подобные. Единственное, что олимпийцев, конечно, у нас на них не было. Но вот такой культурный взаимный обмен, он предполагается. Вы знаете, что у нас хоккейная команда побывала на премьере в театре драмы. Поэтому надеюсь, что такие связи продолжатся. Мы тоже ходим на хоккей и болеем, собственно, за наших спортсменов. Главная олимпийская гонка закончилась, но только не для многочисленной армии поклонников. Компьютерные разработчики выпустили игру по мотивам зимней Олимпиады в Сочи. У геймеров появился уникальный шанс вновь погрузиться в праздничную атмосферу и буквально почувствовать себя участником соревнований. Сноуборд, горные лыжи, бабслей, биатлон, фигурное катание и керинг – лишь малая часть грандиозной спортивной программы. Геймеры могут сразиться за медали в 16 олимпийских видах спорта. Поклонникам белых игр доступны как индивидуальные зачеты, так и командные соревнования. Более того, в режиме онлайн померится ловкость и умение можно с игроками, находящимися на разных континентах. Правда, пока игра доступна только на консолях. В ближайшее время разработчики планируют выпустить спортивный симулятор для ПК и других платформ. Ну а теперь к реальным ледовым баталиям на хоккейных площадках. Закончен ли сезон для трактора? На этот вопрос отвечает домашняя серия. И после поражения в матче с Нижегородским «Торпедо» остаются минимальные математические шансы на выход в плей-офф. В стартовой 20-минутке галки и промо-боев по клубам пришлось выдерживать серьезный натиск ворота. Справлялись они с этим успешно. Зрелищные и насыщенные события, и первый период закончился со счетом 0-0. После перерыва игра без забитых шайб продолжилась. Трактор не разу имел возможность забить, но всегда чуть-чуть чего-то не хватало. Зато в заключительном третий матч одна быстрая контратака решила исходить ее встречи. В один раз на слабоцах пробил Лайкла Гарнета. А вот челябинцам грозит ворота Нижегородского «Торпедо», который защищал Георгий Гелашвили, так и не удалось. 0-1 поражение трактора. Завтра матч с Казанским «Акбарцем». Однако подопечным Валерия Белоусова недостаточно выигрывать. А нужно еще молиться хоккейным «Баган» на результат поединка дальневосточных клубов. Нужно, чтобы «Адмирал» потерял очки в игре против Хабаровского «Амура». Сборная Челябинской области под дзюдо выиграла 9 медалей на первенстве Уральского федерального округа среди молодежи в Тюмени. На счету южноуральцев 5 серебряных и 4 бронзовые награды. А в Садке завершились и российские соревнования по лыжным гонкам среди школьников. В числе призеров команды «Челябинский школ» номер 138 и 73. В личном зачете Евгения Шелестова выиграла на дистанции 2 километра, Илья Ткаченко на 5 километрах взял бронзу. Вот так начинаем эту неделю. Удачи нам и нашим спортсменам. Всего вам доброго и следите за новостями на телеканале СТС «Челябинск».